привет дорогие друзья с вами дядя с котиком и сегодня мне на глаза попалась вот такая вот интересная коробочка на которой написано bluetooth стерео headset называются sabbath модель x11 когда я их увидел уже распакованными эта коробочка запакована в данный момент я был приятно удивлен потому что они отдаленно хотя нет не отдаленно они сильно напоминают нашумевшие наушники airpods у меня есть поэтому поверьте мне есть чем сравнивать а если вам не с чем сравнивать я вам очень подробно постараюсь об этом рассказать беспристрастно и все-таки выяснить стоят они этих денег стоит ли своих денег airpods и не собственно поехали итак мы распаковали коробочку и что же мы здесь видим ну во первых приветствие от компании sabbath где нам наверняка на китайских иероглифах написали что спасибо за то что вы выбрали нашу компанию и желаем приятного прослушивания музыки хотя возможно я слишком преувеличиваю может быть там написано вы настолько тупые европейцы что даже не понимаете что здесь написано и так бокс бокс и одновременно это зарядка или одновременно как мы видим довольно интересный дизайн совсем уже лаконично смотрится в отличие от предыдущих моделей которые я наблюдал они слишком уж большие этот бокс принципе немногим больше чем бокс для зарядки airpods и так здесь у нас две сразу два получается отверстия для зарядки соответственно каждый из этих боксов отдельно заряжается а значит здесь аккумулятор здесь аккумулятор собственно сразу могу сделать вывод что этот наушник можно положить в этот аккумулятор и или положить в этот аккумулятор разницы не будет то есть вы можете даже если какой-то бокс сядет по батарейке может быть когда-нибудь будете пользоваться одним боксом но принципе я не знаю может быть это и удобно что мешало сделать сразу два наверное просто сборка собирают один бокс вставляют потом делают и одевает вот такие вот такой патронтаж то есть как бы это проще чем разветвлять ну это как горит столько китайцам известно так что у нас здесь внутри 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 у нас коробочка зарядкой так ну открывается конечно не так как открывается airpods нет никаких магнитных свойств то есть вот просто открыли и все здесь мы видим два штекера и собственно все здесь у нас соответственно тоже самое ладно идем дальше дальше у нас мы видим сами наушники вуаля ребята но это копия чистейшая копия вот airpods любых других наушников от стереи apple и и единственное что здесь видите как реализован такая таблетка присоединенная к наушникам и собственно в ней я так понимаю вот эта кнопка которую мы зажимаем которая будет нам показывать что она мигает синеньким или красненьким сейчас мы это посмотрим но по весу они очень легкие я бы даже не сказал хорошо это или плохо наверное нужно просто воткнуть в уши и посмотреть как это там но так скажем иногда вес внушает доверие и как раз airpods весит ровно столько чтобы в них узнавать серьезность продукта так первый и второй на них написано левый правый все собственно понятно так что то у нас еще есть коробочки коробочки у нас разумеется что это должно быть так у нас есть зарядное устройство видите разветвлитель на два ну я не знаю зачем это сделано конечно может быть это и удобно но можно принципе обходиться и одни так и что я вижу я вижу резиновые насадки которые можно одеть на них и здесь даже какая-то вот штучка чтобы держаться посмотрим посмотрим как это все в действии так далее далее у нас здесь а здесь у нас просто паспорт устройства собственно все сейчас посмотрим ну что ж вот так вот они смотрятся в ушах держатся они отлично я еще не вставлял в них те самые силиконовые насадочки по идее они должны еще более глубже садиться в уши но у меня не была проблема с креплением airpods а как вы видите собственно это точная копия формы airpods я вставляю в уши эти наушнички и они сидят просто отлично вот я их трясу головой я в принципе предполагаю что можно заниматься бегом бегать прыгать скакать и вряд ли они выпадут ну опять же у кого уши анатомически чуть чуть больше тем рекомендуется вот эти вот насадочки одевать в каком-то из видео я видел как американец одевала просто старые такие мягкие накладки которые вот идут на стандартные наушнички он говорит что вообще шикарно и ему этот вариант больше всего нравится тут смотреть вам по поводу того чем же они принципиально отличаются от airpods но во первых ребята все таки airpods это высокотехнологичное устройство не нужно здесь строить никаких иллюзий то что ребята полностью переняли форм-факт вот этого вот устройство от apple и сделали точно такие же наушники ни о чем не говорит здесь нету подавителя шума однозначно здесь нету встроенных микрофонов которые благодаря которым вы слышите улицу многим кстати это не нравится в airpods люди некоторые привыкли аудиофилы привыкли вставлять в уши какие-то там не знаю как их называют вакуумные затычки которые просто вот понижают шумы в ноль я же допустим не приверженец этого способа потому что мне нравится слышать улицу я неуютно себя чувствую переходя дорогу я не рекомендую никому так делать одевать капюшон надевать наушники переходить дорогу и слышать только музыку я неуютно себя чувствую когда я не слышу окружающую обстановку в принципе даже в машине я не громко делаю музыку потому что зачем нужно беречь свои уши я как диджей которые всю жизнь работать с наушниками скажу вам что ушки нужно беречь сильно громко делать не надо поэтому исходя из второго что сильно делать громко не надо я вам скажу что звук меня здесь устраивает устраивает он почему потому что мне не нужно супер крутого звучания с ультра низкими басами и так далее если я хочу слушать музыку во время бега я хочу просто слушать музыку ритм низы и все эти эквалайзинге это все туфта лично для меня это мое субъективное мнение можете с ним соглашаться можете нет опять же я профессионально занимаюсь музыкой у меня есть студия у меня есть профессиональные мониторы на секундочку это не хай-фай система это не хай-фай система высшего класса это совсем другой класс оборудования на котором музыка звучит совсем по-другому там совсем по-другому устроена в принципе как вы ее называете колонка динамика поэтому мне не нужно рассказывать что есть хороший звук если я от наушников жду мобильности беспроводной гарнитуры возможности поговорить по телефону кстати говорит он достаточно хорошо микрофон я разговаривал по телефону специально человек в принципе не понял что я говорю по гарнитуре это плюс нормально они сидят в ушах хорошо они воспроизводят музыку музыку они воспроизводят очень достойно я бы не сказал что что-то там сверхъестественное как-то звучит настолько плохо что это прямо вот невозможно далее по заряду я использую их около получаса всего сейчас в конце рабочего дня я скажу все-таки как быстро они сели заряжаются они достаточно быстро единственное неудобная зарядка у них нет магнитиков которые направляют в салазки вот эти вот и приходится всегда смотреть когда вы вставляете их на зарядку чтобы просто так они полночи у вас не пролежали и не зарядились в остальном ребята стоимость этих наушников две с половиной тысячи рублей если вам нужно понять надо ли вам это устройство как класс вы можете купить это устройство оно будет выглядеть ну идентично эпловской продукции но беленькая но красивая она очень удобно сидит в ушах если вам этот устройство не понравится вы всегда можете его подарить родственникам родным близким вы можете подарить его друзьям вы можете его продать на кому-то другому но это в любом случае не сыграет на вашем бюджете так как это сыграет если вы купите сразу airpods поэтому ребята попробуйте я думаю что если ваше мнение совпадает с моим то вы не пожалеете ну вот так вот вот дамы и господа уже вечер в общем что произошло в час тридцать где-то я записывал видео в машине и потом в 19 19 у меня сели наушники это очень крутой показатель я поздравляю производители этих китайских наушников с таким числом то есть практически пять часов наушники работали я все это время слушал музыку смотрел какие-то видеоклипы отбирал плейлисты и все это время наушники не простаивали они то есть звучали потом я их полос поставил на зарядку в этот бокс и буквально через 15 минут достал в данный момент эти наушники до сих пор в рабочем состоянии они не просятся под заряжаться и я думаю что там можно заряжаться еще больше потому что заряда как правило еще хватит на два на три раза так что ребята по поводу отрицательных моментов могу только сказать разъем не очень хороший куда вставляется то есть магнитный разъем он есть но он не настолько сильный чтобы наушники туда сами вставали и плотно прилегали приходится их пальцем подправлять но я готов мириться с этой небольшой оплощностью за две с половиной тысячи рублей я вам искренне рекомендую мне очень понравилось в общем китайцы удивляют хотя они уже наверное не удивляют наверное уже удивляют производители дорогой техники почему за такие бешеные деньги они не делают что-то более интересное в общем всем спасибо с вами был дядя с котиком оставайтесь с нами подписывайтесь на канал задавайте вопросы если что-то я увижу противоречивого в этих наушниках я сделаю дополнительный обзор все всем пока